Очередную домашнюю встречу баскетболисты Красного Октября проводили с Череповецкой Северсталью. Этот матч волгоградские любители ждали с особым нецерпением. В игре с Северсталью должен был дебютировать именитый новобранец Федор Лихалитов. Новичок Красного Октября блестяще провел свой первый матч за клуб. 24 очка, 15 подборов, 2 передачи и 3 блокшота. Федя не работал с мая месяца вообще. Он похудел, он не играл, он завтра будет болеть. Но у него есть уровень, который он держит. И вот этот уровень позволяет ему быть просто наголову выше. Несмотря на отличный старт, спортсмен не затмил остальных игроков. Также был неудержим в атаке Виталий Бойко. Наверху царил Роман Бужинашвили, да и все остальные старались соответствовать. Уже в первой четверти матча было ясно, что краснооктябрьцы в ударе. Красный! 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 Во втором периоде преимущество хозяев площадки и вовсе возросло. Для зрителей это было настоящим праздником. В какой-то момент волгоградцы почти приблизились к отрыву в 30 очков. В итоге шикарный финиш 83-56. От захватывающей игры и красивых действий публика была в восторге. Я просто не на первом матче, а уже на всей серии, с самого начала их сезона. Вот, они набирают, причем набирают как и состав более сильный, так и молодые игроки проявляют себя, то есть черпают опыт от старых. Смотреть становится интереснее. Я думаю, в ближайшем скором времени зал будет набит битком, и мы будем все болеть за нашу волгоградскую команду. Фантастическую поддержку нашей команде оказали юные болельщики из школы-интерната номер 8 Краснооктябрьского района. На игру также были приглашены ветераны Сталинградской битвы и представители администрации города. Мы рады, что баскетбол Волгоград возвращается, что у нас есть возможность проводить его, в том числе, во Дворце спорта, где можно собрать очень много болельщиков. Вообще, развитие массового спорта, развитие детско-юнического спорта это одно из главных моих приоритетов в работе в городской думе. И, конечно же, мы хотим, чтобы подобных игр, подобных чемпионатов, подобных команд в Волгограде становилось больше, чтобы молодежи было видно, на кого им равняться. Следующая игра баскетбольного клуба состоится в преддверии Дня защитника Отечества. 22 февраля. На этот раз гостями Красного Октября станут баскетболисты Ростова-на-Дону. Олеся Швиченко, Олег Гуравцев, Волгоградское деловое телевидение.